Всем привет и добро пожаловать на канал Томико Долз. Сегодня мы с вами будем шить. Я купила трикотажную ткань телесного цвета двух оттенков. Это розово-бежевый и слоновая кость. Посветлее и потемнее. Также еще понадобятся нитки под цвет ткани. Маркер по ткани. У меня это маркер с Алиэкспресс, который смывается водой. Еще будут нужны ножницы. И выкройка. Выкройку можно найти в интернете. Определяем, какая сторона у ткани больше тянется и раскладываем выкройку. Таким образом, чтобы все детали тянулись вертикально. В нашу группу ВКонтакте и в альбом полезные материалы я добавила несколько таких выкройек. Ссылочка на них будет в описании к видео. Одна передняя часть головы. Две задние части головы. Одна из них зеркальная. Два тела. Четыре ручки. Две из них зеркальные. И ножка у нас будет из двух частей. Тоже по четыре штуки. Две из них зеркальные. Переводим выкройку на ткань с помощью смываемого маркера. Чтобы сделать выкройку ровной, сложите бумагу пополам, нарисуйте одну половину и вырежьте. Когда вы развернете, у вас будет симметричная голова. Так же можно сделать и с телом. Вот такие детальки получились. Вырезаем все, оставляя небольшой запас. Я подобрала вот такие ниточки под цвет. На голове сверху у меня есть выточки. Их нужно сшить. Вот так должно получиться. Вот эти места мы оставим не зашитыми. Сшиваем две эти детальки, оставляя место для выворачивания. Сшиваем швом назад иголку. Сшиваем швом. Вот так должно получиться. Теперь нужно сшить эти детальки вместе. На передней части головы нужно отметить центр. Прикладываем выкройку, сложенную пополам. А сверху совмещаем по выточкам. И у нас осталась здесь небольшая дырочка для выворачивания и набивки. Сшиваем ноги вот по этим линиям. И на теле также есть выточки. Сначала нужно их зашить, а потом сшить тело, оставляя сверху место для выворачивания. Теперь ножку нужно сшить снизу, развернув вот так. Вот что получилось. Теперь нужно отрезать припуски. Можно использовать ножницы зигзаг. Поворачиваем все детали. Я делаю это с помощью ножниц с дупыми концами. Набивать я буду синтепоном. И также я хочу попробовать вставить проволочку, чтобы ножки могли сгибаться. Отмеряю небольшой кусочек проволоки по длине ноги. Концы загибаю, чтобы они не были острыми. И оборачиваю этот кусочек синтепоном, чтобы он не прорвал ткань. Вот так получилось. И теперь нужно аккуратно зашить место, через которое мы набивали. Так что поступаем и со второй части ноги. Но в нее я проволоку уже не вставляла. Теперь нам понадобятся бусины. Лучше всего, конечно, вот такие широкие бусины с большим отверстием. Но такая у меня, к сожалению, только одна. Поэтому я буду использовать вот эти бусины. Бусина будет служить в качестве шарнира. Мы пришьем к ней одну часть и вторую часть. Вот так получился у меня. Вторая ножка у меня получилась получше, чем первая. Первая вышла очень неаккуратная. И шов сместился. Он получился кривой. И так же эта ножка плохо сгибается. Видимо, я пришила одну часть к другой. А вторая сгибается гораздо лучше. Теперь сшиваем ручки, оставляя место для выворачивания. И отрезаем все припуски. Выворачиваем и набиваем. Для рук я также использую проволочку. С помощью иголочки можно придать пальчикам нужную форму, расправив сетипон под тканью. Теперь аккуратно зашиваем отверстие, через которое мы набивали. Вырезаем все остальные детали. И набиваем их. Теперь нужно определить центр лица. Я хочу сделать носик. Из синдепона скатываю небольшой шарик. И подкладываю его на предполагаемое место носа. Зашиваем отверстие на теле. Носик можно подколоть булавочкой. Набиваем голову и примеряем на тело. Вот так получается. Теперь можно сделать небольшое углубление для глаз и ротика. Отмечаем маркером примерные места, где у нас будут глазки и рот. И иголкой через затылок делаем несколько стежков. Моя голова получилась немного широкая. И поэтому я решила сзади ее немножко ушить. Эта ткань очень сильно тянется. Также можно сделать несколько стежков на ушах, чтобы придать им форму. Крепить голову к телу мы будем с помощью лески. Берем иголку побольше, вставляем в нее леску и завязываем на конце узелок. Продеваем через макушку в отверстие для набивания в голове. Дальше через шею и обратно в макушку. Вставляем иголку в конец, на котором был узелок. Закрепляем нить и хорошенечко завязываем. Здесь у меня получилось очень большое отверстие. Поэтому я решила немного ушить его по краю. Маленькими стежками собираю ткань вокруг на нитку и затягиваю. Узелок на голове также можно поматать клеем, чтобы он точно не развязался. Мне показалось, что шея слишком мало набита. И поэтому я решила сделать небольшое отверстие внизу и добавить синтепона. А потом аккуратно зашить его. Теперь будем крепить ножки и ручки. Для этого нам понадобятся пуговицы. Вставляем нитку в иголку так, чтобы с одной стороны была петелька, а на другой два кончика, чтобы не делать узелок. И пришиваем насквозь. И вот что у меня получилось. Я решила все-таки взять пуговицы поменьше. И я уже сшила еще одну куколку. Я решила немного изменить выкройку и уменьшила ее. А тело я решила сделать из четырех частей, так как у моей первой куколки вышло очень узкое тело и у нее совсем нет плеч. Вот такие получились ножки. Теперь я буду пришивать их к телу. Для того, чтобы определить, куда их крепить, я ее буду использовать в булавке. КОНЕЦ КОНЕЦ После того, как пришили ножки, несколько раз обматываем нить вокруг ноги и крепко завязываем. Вот так получилось. Аналогичным образом приделаем и ручки. Вот такой получилась моя вторая куколка. На мой взгляд, она вышла гораздо лучше, чем первая. И я решила не делать ей носик, а просто нарисовать его. Ну а на этом пока что все. В следующий раз мы будем рисовать лицо, делать волосы и одежду. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. И подписывайтесь на наш канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok